Как подать на развод, если есть несовершеннолетние дети? К сожалению, наша страна очень склонна к бракоразводным судебным процессам. При желании начать такой процесс в 2018 году необходимо знать особенности, и в первую очередь обращаться к ознакомлению с Семейным кодексом. СК РФ признан помогать и регулировать отношения супругов, а также предлагать рациональные способы развода. Основные аспекты, развод относится к такому же значимому официальному процессу, как и заключение брака, поэтому делать это необходимо, основываясь исключительно на закон. СК РФ как раз является основным нормативно-правовым актом, который устанавливает обстоятельства, при которых муж с женой могут осуществить. Два варианта – бракоразводный процесс через ЗАГС или прибегнуть к суду. Семейный кодекс даже имеет статьи, которые регламентируют возможное восстановление расторгнутого союза, а также моменты деления имущества. При бракоразводном процессе, при наличии малолетнего ребенка, оформление алиментных выплат. Сын или дочь может остаться при разводе с матерью или отцом, в данном случае алименты будет платить тот человек, который останется один. Развод с несовершеннолетними детьми, для начала рассмотрим случаи, при которых союз может быть аннулирован. Об этом нам расскажет СТ-16 СК РФ, в которой есть два способа. В случае смерти супруга, признание его умершим или недеоспособным. По требованию обоих или. Одной из сторон. Только согласно таким основаниям можно начать процедуру, а в противном случае расторгнуть брак не получится. Отсюда назревает вопрос, как расстаться, если есть несовершеннолетние дети. Что касается способа, существует два основных, путем обращения в ЗАГС, написания требования от обеих сторон или в судебном порядке. Особенность состоит в том, что при наличии несовершеннолетнего ребенка развестись будет возможно только при подаче требования в суд. В положении СТ-23 СК РФ приводится список случаев, при которых союз подлежит расторжению только по судебному решению. Семьи, которые имеют несовершеннолетних, лиц, когда инициатива развестись исходит только от одной из сторон. В случае их уклонения от разводного процесса, исковое заявление о расторжении брака, помимо этих вопросов инициатор разрыва отношений может указывать и другие сопутствующие требования. Например, сразу подать на назначение алиментных выплат ребенку, а также начать разделение имущества. Согласно СТ, 90 по требованию одного из супругов на процесс может быть добавлено требование о назначении алиментов тому супругу, который останется, с несовершеннолетним ребенком. Назначение алиментов при разводе. Статца 21 СК РФ регламентирует правила аннулирования союза, которое предусматривает исключительно. Судебный порядок при наличии несовершеннолетних детей. Данное показывает, как развестись, если есть дети и дает решение подать в суд, если супруг не желает всеми способами расходиться, или всячески упирается от написания второго необходимого требования. СТ. 22 определяет признак, при котором разведение может состояться по желанию только одной из сторон. Это возможно только в случае, если будет признана невозможность продолжения супружеской жизни обратившейся семьи. В П. 2 суду дается право настоять на попытке примирения пары, и дав им срок для последнего шанса сохранить брак, который составляет три месяца. В итоге, судья принимает решение о разводе, если пара за данный им срок так и не пришли к миру, и продолжение отношений точно невозможно. СТ. 23 в П. 2 устанавливает срок, который стандартно дается супругам при подаче требования на расхождение. Он составляет один месяц, и ранее этого времени суд не приступить к этому процессу. Обратите внимание, особенный порядок применяется при разводе при наличии ребенка, и обоснован созданием максимальной их защиты интересов, и только при отсутствии ущемлений брак будет расторгнут. Для удостоверения надлежащих условий для ребенка будет служить заключенное соглашение между супругами. Данный документ предусмотрен в СТ. 24 СК РФ, судебный процесс будет проверять его наличие даже в том случае, если в требовании не было упомянуто о споре о детях. Исключение из этого положения составляет доказательство о недееспособности супруга, тогда развод можно будет получить без суда, а посредством требования в ЗАГС. Если в ходе разбирательства будет выяснено, что соглашение между супругами имеется, однако его положения нарушают интересы несовершеннолетних детей, он вправе действовать на свое усмотрение и на основании имеющихся обстоятельств определит, с кем из двоих родителей останется ребенок на постоянной основе. Согласно СТ. 24 Соглашение между супругами при процессе развода обязательно должно включать следующие пункты. Решение о том, с кем предпочтительно. Оставить детей между родителями. Установить порядок выплат на детей, а также их обоснованный размер. Если инициатива развестись исходит от одной стороны, возможен односторонний отказ от заявления на развод. Если разводиться собираются оба супруга. И это является их обоюдным решением, то они могут подписать мировой договор, как подавать заявление, документы для развода при наличии несовершеннолетних. Когда требуется подавать на развод при наличии детей, необходимо обязательно заплатить госпошлину, так как без чека заявления не примут. Порядок подачи заявления регламентируется СК РФ. Если супруг недееспособный либо является инвалидом, то он может оформить алименты от второго супруга. Квитанция об оплате госпошлины. Требования имеют стандартную форму подачи, и для наглядного понимания образец содержит такие обязательные. Пункты. Наименование суда, его адрес, ФИО супругов и их адреса контакты. Если в требовании имеются вопросы, которые предполагают взыскание средств, необходимо указать цену иска денег за ипотеку, в основной части указывается, на каком основании подается требование, т. е., причина развода, документы о регистрации союза, с кем останутся дети, с обоснованием почему суд должен принять такое решение. Если детей больше одного, требование может указывать на деление детей между истцом и ответчиком. На основании изложенной ситуации высказать все свои требования на рассмотрение суда, опираясь на законные основания, с перечислением СТ. Семейного кодекса. Внизу указывается перечень приложенных бумаг, пронумерованной для того, чтобы избежать потери бумаг, даты и подпись. Помимо основного требования для подачи в суд хотелось бы рассмотреть подробный перечень основных документов, которые прилагаются к. НИМУ, паспорта, свидетельства о рождении детей, о заключении брака, дополнительные документы, в зависимости от требования и наличия, доказательств которые будут учтены при рассмотрении дела и принятии решения касаемо поданного требования. Сюда обычно входят справки о доходе супругов для подтверждения возможности содержания детей, справка о месте жительства, а также другие документы, которые смогут повлиять на решение. Если вы никогда не сталкивались с написанием подобных документов, самым простым способом будет скачивание уже готового бланка, который, сможет оградить от допущения множество ошибок. Свидетельство о рождении. Важно! В готовом бланке вписывается только личная информация, ситуация, и само требование. Если обратиться в судебный орган предварительно, в канцелярию, можно узнать особенности подачи в этот суд, реквизиты для оплаты госпошлины, и многое другое. От основного требования делается копия, чтобы можно было направить документ ответчику для оповещения. Можно ли онлайн? Многие интересуются вариантами, как подать на развод, если есть несовершеннолетние дети. Подача требования с помощью интернета, это новая возможность, позволяющая избежать многих трудностей. Его можно подать на портале Госуслуг, и вид заявления аналогичен тому, которое подается в ЗАГС традиционно. Заявление о расторжении брака. Однако такая возможность имеется только у тех супругов, которые не имеют споров, выражают согласие. Оба на уход, и не имеют несовершеннолетних детей либо имеют совершеннолетнего ребенка. В остальных случаях требования подается стандартным способом. Поэтому такой способ невозможен. Куда подавать заявление на развод, если есть несовершеннолетние дети. Независимо от ситуации семьи, суд будет настаивать именно на проведении судебного рассмотрения, чтобы максимально защитить интересы имеющихся детей. Поэтому, даже при ободном решении развестись требование будет проходить судебный процесс. При выборе варианта играет роль наличие споров, касающихся с детьми. Если споры отсутствуют, и пара уже точно для себя решила, с кем они остаются, и отношения позволяют регулярное общение с ними второму из пары. В этом случае заявление подается в мировой суд. Обратите внимание. Если родители имеют споры о дальнейшем проживании детей, общении с ними, а также желают наладить вопросы по содержанию, в таком случае, требования необходимо давать в районный суд. Процесс развода при наличии несовершеннолетних детей. Процесс будет весьма отличаться от того, что происходит при неимении детей или имении взрослых. В связи с тем, что дети являются основной причиной разбирательства, и попытками суда сохранить семью, процесс разбирательства и решения, затянется на несколько месяцев. На сроки также влияют индивидуальные факторы, насколько много требований в иске, наличие споров, попытка примирения и т. Д. Минимальный срок будет два месяца, а вот максимальный зависит от многих обстоятельств. Минимальный срок будет два месяца, а вот максимальный зависит от многих обстоятельств. Развод через суд с детьми порядок расторжения условно можно поделить на такие этапы. Вступительная часть, оглашение состава суда. Право и обязанности участников спора. Выяснение обстоятельств по требованию. Супруг, выступающий от имени сца должен кратко оповестить судью о своих позициях, требованиях. Также это можно сделать, зачитав собственный иск. Он должен сказать, что на данный момент данные требования не изменились и требуют разбирательства. Ответчик также должен выступить, и разъяснить свою позицию касаемо требования. Основная часть процесса, где каждая из сторон приводит. Доводы, доказательства, приглашает свидетелей и т. д. Завершающая часть. Сутья уходит в совещательную комнату, к возвращаясь оглашает принятое решение. Развод с детьми предполагает основные вопросы, которые решаются требованием в суде. Вопросы о детях, с кем они будут проживать. Определение. Времени и частоты общения второго из супругов с детьми. В праве супругов остается составление собственного соглашения, где указываются условия об общении с детьми. Такой документ может иметь другое решение от суда, но должен обязательно заверяться нотариусом, и быть подтвержден органами опеки. Во избежание дальнейших проблем. Образец соглашения об общении с детьми. Судом принимаются во внимание все факты, например, если имеется ипотека, суд будет делить. Ее равными платежами или присудят меньший платеж родителю, который остался с детьми. При этом доля родителя с детьми будет больше, нежели у одинокого. С кем остаются дети? На заметку. Вопрос детей является самым важным при разводе, и ненедко супруги не желают уступать друг другу. Однако с точки зрения закона предпочтение о такой ответственности будет у матери больше, чем у отца. Также существуют определенные нюансы, зависящие от возраста детей. Чем они младше, тем больше шанс на то, что бывшая жена будет их постоянным сожителем. Согласно статистике, 8 из 10 поданных требований имеют решение об определении матери с детьми. Если ребенок должен пойти с одним из родителей уже в более взрослом школьном возрасте, к вниманию будет принято его мнение, сравнены. Условия проживания обоих из родителей, уровень самообслуживания ребенка, а также реальную привязанность к родителям. Последнее выясняется завлечением специальной психологической проверки. Дети же, которым 5-9 лет, а также имеющие проблемы со здоровьем, инвалиды однозначно останутся с матерью, если суд не установит. Неоспоримых доводов о плохом отношении и содержании, дети которым 5-9 лет, а также имеющие проблемы со здоровьем, инвалиды однозначно останутся с матерью. Какие документы собирать? Если хотите оставить ребенка себе. Чтобы суд мог обратить внимание на вас, как потенциального и ответственного человека, необходимо уделить особое внимание сбору документов. Идеальная характеристика, показания свидетелей, справка о доходах, справка с органов опеки о состоянии жилищных условий, важно, несмотря на документы, будет также важна истинная привязанность детей к этому родителю, а любые попытки доказать свои намерения, возможности, воспитания ребенка должны подтверждаться документально. Когда развода не будет. Семейный кодекс также имеет некоторые обстоятельства, при которых бракоразводный процесс будет невозможен в силу законных оснований. Дача требования в период нахождения. Жены в положении. После родов прошло менее чем один год. Важно. Это положение будет распространяться только на родных детей супруга, а также закон предусматривает возможность развода, если ребенок умер во время рождения. Для решения вопроса о разводе с несовершеннолетними детьми суд должен взвесить условия будущего проживания и проверить на соответствие интересам ребенка. Также судом должно приниматься во внимание личное мнение детей, возраст которых уже 10 лет и более, если оно не противоречит его интересам, СТ. 57, 65 СК РФ.